Всем огромный привет, друзья! С вами Никус, это очередная серия Формула Ни 2019 И вот там вы можете увидеть кошачью жопу, знаете почему? Потому что мой хромакей не захватывал этот кусочек Вот, она убежала, смотри, ей стало стыдно Я там постелил свою зеленую кофту И эта кофта очень понравилась моей кошке Поэтому не удивляйтесь, если иногда вы будете ее там видеть Потому что она туда приходит, чтобы полежать, чтобы там вылизаться или сделать что-то еще Ну а мы начинаем Причем начинаем мы с очень грустных новостей Карл Сайнс переходит в команду Альф Ромео, заменяя собой пилота Вебер Вебер тем временем переходит в команду Макларен А Норрис уходит Норрис, Ланда Норрис, мой любимый пилот, за которым я так топлю в реальной Формуле 1 Покидает эту Формулу Да как это так? Что это за суровая реальность? Виртуальная реальность Прогноз погоды, квалификация гонков, все отлично, разработка диффузора нового завершена Пока что все идет очень даже неплохо, я пошел проходить тренировочную программу А вы пока делайте ставочки, удастся ли мне победить Ферстаппина в свободных заездах? Управление ЕРС Блядь Сука, ты заткнешься или нет, а? Это были самые легкие тренировочные заезды за всю историю съемок Формулу 1 2019 на моем канале Потому что некое представление о Рэдболе я знаю, ты дашь мне сказать, сука! Окей, я продолжу Освоение трассы удалось мне очень легко Контроль резины тоже никаких проблем не было Резина здесь практически не кушается Вот, всего 3 точки, где есть достаточно сильный износ Ладно, 4 Экономия топлива Вот здесь вот было мне уже потяжелее Здесь я с трудом вытянул Управление ЕРС Кинетическая энергия Здесь совсем было все плохо Но кое-как я справился К квалификационный темп Более-менее я справился Но я ехал на раздолбанном болиде Потому что на тренировочной программе я поставил все очень хреновые запчасти Как видишь, общий износ силовой установки у меня на 70% на момент свободных заездов Сейчас я, конечно же, поставлю нормальные запчасти Потому что у нас впереди коротенькая квалификация и сразу гонка О, у меня хотят взять интервью Сегодня вы здорово потрудились Расскажите О чем? У вас лучшее время от свободных заезда Сможете ли удержать темп квалификации? Да, это первые свободные заезды И я там на вершине Ну просто потому, что я один, наверное, проходил тренировочную программу Квалификационный темп Вот и весь секрет Мы катаем за команду Red Bull И участвуем на треке Red Bull Мы просто обязаны здесь всех порвать Я даже не буду рассматривать другие варианты ответа Я и скажу Да, болиду эта трасса по душе Ваш отдел шасси запомнит это Как по-вашему Вебер относится к своей новой команде? Я лучше буду звать его Лукас Потому что, когда я говорю Вебер Вы представляете немножко не того Вебера Я так думаю Я думаю, они поступили мудро Им нужен именно такой пилот, как он Ага, сука, вместо Норриса? Да никогда я это не скажу Надеюсь, он доволен этой командой Так же, как и я своей Он отличный пилот и отличный парень Так что уверен Почему мы везде его хвалим? Я, блять, скажу без комментариев Мне не нравится То, что Вебер заменил Норриса Что ж, все равно спасибо Ага, понял Я промолчал и тут же она от меня ушла Типа, со мной разговаривать похоже бесполезно Ну что ж, мы с вами переходим к разовой квалификации И, кстати говоря, машина безопасности у меня стоит И стояла все это время Я не знаю, почему в моих заездах Когда происходит какая-то авария Эта машина безопасности никогда не выезжает Не знаю, почему Возможно, просто аварии не такие серьезные Ну что ж, давай попробуем У нас разовая квалификация для экономии вашего времени Вот он, Сайнс Смотри-ка, Сайнс в Альф Ромео Как вам такое? А это, я так понимаю, Рикьярда, судя по этому Клю Так, ну что ж, давай попробуем Я надеюсь, что все пройдет достаточно удачно От первого пора это также очень многое зависит И кажется, я уже вышел слишком широко Но при всем при этом штраф за срезку я не получил Удивительно Конечно же, мы проигрываем напрямую Болид у меня не славится Среди Мерседеса и Феррари Каким-то супер показателем напрямую Но все же И вообще у меня С силовой установкой Очень плохие дела Потому что каждый раз я пытаюсь ее разработать И каждый раз там меня постигает какая-то Неудача Ух ты, черт! Вот эта ошибка мне стоила, дорогого Да, возможно, выход у меня Да нет, выход не спас ситуацию У меня вроде был неплохой выход Но вход в тот поворот был просто ужасный Давай, последний поворот не подведи Давай, давай, давай Неужели я буду первый? Ну! Мы очень довольны Первое место Слушай, ну Просто потому что я в Гранд Туризм Спорт Очень часто задрачивал Редбул Поэтому мне не составило труда взять топ-1 Наш топарник Ферстаппин лишь на третьем месте Жаль, немножко он не дожжал Чтобы сместить Льюиса Хэмилтона Это был шикарный старт Редбул на своем родном треке Первое и второе место со старта Это было бы клево Мы пока побеждаем соперничество Ферстаппина И, кстати, мы можем выбрать себе нового соперника И ты просто посмотри на эти портреты Хорошо Боттес, Хэмилтон, Леклер Более-менее похожи Но Магнусен Что с ним не так? Горожан Слушайте, ну Халк Хюлькинберг Ты посмотри Неужели он так выглядит в реальной жизни? Ну, как-то немножко их Что-то у них с лицами не то Райканин очень, кстати, хорошо похож Ну что ж, давай выберем соперника И я хочу, чтобы это был Чарль Чарли Клер Три молодых пилота Кто же будет победителем среди них всех Узнаем через несколько выпусков Вот мы наконец-то переходим к началу этой гонки И давай я вам покажу стратегию на этот заезд Так как из всех тренировочных программ Стратегию на гонку я пропустил Поэтому личного прогноза для меня нет Мне предлагают два варианта Высокий контроль резины И низкий контроль резины И без сомнения Я не хочу ехать в последний сектор Начиная с 13 по 36 курук на харде Нет, я лучше поеду на медиум Потому что тренировочная программа Показала, что здесь практически Ну, очень-очень слабенький износ резины Мне кажется, можно было даже попробовать Два раза попробовать на софте Но мы вынуждены обязательно Использовать разные составы резины Такие правила Поэтому едем на мягкие Потом переобиваемся в медиум Софт, медиум Или так, как вам угодно Ну, что ж, давайте начинать Скорее всего, старт я могу сейчас просрать Давай-давай-давай Нет, нет-нет Неужели не просрал я старт? Черт возьми, я хорош Да-да-да, мне удается удержаться Пока на первом месте А вот и первая ошибка Первая ошибка, которая будет стоить мне дорого Или нет? Смотри, они вообще меня не догоняют Что не так? Я не менял сложность 87, кажется, у меня стоит сложность Но они едут достаточно слабо Либо пока что Они борются между собой Поэтому у меня есть некое преимущество Воу-воу-воу-воу-воу Это было Не очень хорошо Но хорошо, я не получил штраф за это Согласен, старт неплохой Я сам не ожидал от себя таких результатов Так, меня напрягает, что меня Хэмилтон сзади прессует И вот зря я Сейчас опустился до третьей передачи И там нужна была четвертая Хэмилтон вообще не хочет отступать Ты посмотри-ка Атака Нет, он передумал Чёрт, чёрт, чёрт Это был снос, очень сильный снос на выходе Ну и Хэмилтон отстал Я не знаю, что случилось Возможно, мне удастся вам Показать это в повторе Так, активная система ДРС И, к моему сожалению, Хэмилтон Чуть-чуть подотстал, но вновь меня снова нагнал И сейчас он уже едет с открытым крылом Поэтому поворот Рэмус нельзя просрать И на выходе опять случилось то же самое Машина чуть-чуть понесла вовнутрь Но, тем не менее, я справился В прошлый раз было в разы хуже Так, у меня какие-то проблемы с ЕРС Мне только что сказали об этом Да-да-да-да-да, максимальная ёмкость у меня уменьшена Чёрт, ладно, хорошо Всё равно очень редко у меня, когда Система кинетической энергии накапливается на 100% Или больше 80% Так, у нас уже кто-то выбывает из сессии, к сожалению Нет-нет-нет-нет-нет-нет Жёлтые флаги, только не машины безопасности Я надеюсь, её не будет, иначе Хэмилтон Я только начал от него отрываться А, отлично Зелёный флаг Всё, порядок Так, мне выписали предупреждение за срезку И самый быстрый круг У меня же Так, Хэмилтон уехал на пидстоп Хэмилтон заехал на пидстоп Он, видимо, хочет, может, сделать андеркат Я не знаю, потому что у меня только на следующем круге будет пидстоп Так что темп у Хэмилтона будет лучше на следующем круге Но, надеюсь, я смогу выйти так же на первом месте Ну что ж, давай посмотрим Надеюсь, не будет никакой заминки на пидстопе Вообще у нас всё идёт идеально Всё идёт по плану Я стартовал первым Не потерял ни одной позиции Так же остался на первом месте Ну, посмотрим Ферстаппин Фетр А, ещё очень много людей, кто не заезжал в боксы Так, окей Вот начинается веселье Мы с вами выезжаем на третьем месте Даже, скорее всего, на четвёртом А ну-ка, нет! Кто-то не успел Хэмилтон, привет! Новенькая резина у меня Ты посмотри Всё же, блин, молодец У него почти получилось это осуществить Так, давай попробуем Удержать теперь это первое место И нам там ещё нужно Две позиции отыграть Но хотя насчёт этих ребят Насчёт Ферстаппин и Феттеля Я особо не переживаю Я думаю, что они поедут в боксы И именно там мы сможем Спокойненько их обогнать Да, батарейка у нас Заряжена по полной Поэтому Надо этим пользоваться сейчас Напрямую я её активирую Так Похоже, Хэмилтон сейчас будет в зоне крыла Это не очень хорошо Но за счёт обогащённой смеси Я попробую сейчас от него оторваться Пока как-то не очень хорошо получается Да, всё, мы уже на первом месте И сейчас будут перейти там Синие флаги И нам надо будет обгонять круговых Надеюсь, мы не упрёмся в трафик Блин, каждый раз Слепстрим работает на него Слепстрим И точнее ДРС, я хотел сказать Так-так-так-так-так Рассел Дай я тебя обойду, пожалуйста Отлично Блядский твой рот Оу Сорян за этот косяк, ребята Он смещался вправо специально Чтобы Меня пропустить Но я Меня просто на выходе Подзанесло немного Меня занесло И прям в его сторону И, короче Пришлось мне юзать флэшбэк Да, так себе Измя Обгоняющий круговых, конечно Она отлично держится здесь Мне здесь было немножко плохо На Софте Когда он был уже очень сильно изношен А сейчас она держится просто замечательно Даже вот здесь вот Я думаю В последнем секторе Можно было ехать Гораздо быстрее Отлично Я не знаю Хэмилтон там Уперся в трафик У меня лучший круг И Видимо Он в Рассела тоже Немножко уперся Поэтому я смог от него Немножко отъехать вперед Ну да ладно Плюс я еще здесь На всю использовал ЕРС Сейчас Надо бы уже ее поэкономить Я поставил быстрый круг Причем Я почти что не использовал ЕРС У меня ЕРС где-то была на высокое Где-то была на низкое Где-то была и вовсе отключена Но просто я очень хорошо попал В траекторию Практически в каждом повороте Сейчас конечно я уже Такого повторить не смогу Но Это было круто Да И от Кэмилтон Я неплохо так оторвался 4 и 3 секунды Разрыв Когда вы еще Видели выпуск Где Мне инженер Говорят Увеличь Силовую установку Типа у тебя Очень большое количество Энергии скопилось Эйзи Просто Эйзи О Мне даже разрешают Использовать более обогащенную смесь Окей Черт Черт Я не справился В первом повороте Мне дали 3 секунды штрафа Ладно У меня вроде бы У меня вроде неплохой отрыв И я надеюсь Эти 3 секунды Не сильно скажутся Я кажется В 6 или 7 секундах Быстрее Хэмилтона В 8 с половиной секундах Я быстрее него Так что 3 секунды Это ерунда Не купится Впереди у меня Так что Сейчас мы его там Быстренько Здесь обгоним Давай 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 Посторонись Фу Блядь Как это было опасно Ну Мне просто не терпелось Его обогнать Да вот и все Тем временем В ферстапе На бул Хэмилтона Да и это же не шикарно Если мы займем Первое и второе место На своей родной трассе А Это будет просто круто Так И у нас сразу Два круговых Впереди Сейчас будем пробовать Обгонять И это я не помню Это Феррари Или Альфа 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 Не знаю Что делает Альфрамо На пред Там пред Каком-то Последнем месте Видимо Какие-то Может быть Ой Смотри Смотри Они еще и борются Там Альфа пытается Обогнать Маклара Ну-ка Рик Яр Ну давай Защищайся Красава Это Сайнс Сайнс Который только что Перешел в Альф Ромео Ведет отвратительную гонку Ты посмотри На каком он месте На 16-ом он сейчас Кое-как там держится Давай Рик Яр Защищайся Защищайся Чувак Блин Извините Я засмотрелся на них Наконец-то Хоть какая-то Активность Потому что До этого Было просто Отвратительно Я ехал один И у меня Не было ни борьбы Ничего вообще Не происходило Хоть здесь Сейчас Что-то намечается Что-то планируется И я даже вот Не хочу их обгонять Потому что Мне хочется посмотреть Сможет ли Сайнс Контратаковать Но похоже Я уверен Я уверен Что он сможет это реализовать За два круга И ты посмотри И ты посмотри Что у них происходит Сайнс Все же обходит Рик Ярда Хорошо Я ставлю На ноль ЕРС Мне просто хочется Посмотреть Ребята Как вы хорошо Боретесь Но нет Все Рик Ярда Меня пропускает И я думаю Сайнс Сейчас сделает То же самое Поплыл 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 Спасибо Сайнс Хорошо Едем дальше Два круга До конца гонки Поэтому у меня Стоит обогащенная Смесь ЕРС На высокое значение Хотя сейчас Уже можно сделать Чуть пониже Я просто Жгу Все что я накопил Все что осталось Я Прожигаю Чтобы как можно Сильнее взвинтить Темп Но вот таких ошибок Конечно нужно Избегать Впереди у меня Два Уильямса Которые обогнали И Альфу И Макларен Что за бред Происходит в этом заезде Я не знаю Айт Стоп 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 Это не Уильямсы Это Тора Россо Последний круг Рассел Аааа Рассел Круговой был И здесь Две Тора Россо Все Теперь все стало На свои места Теперь я понял Что к чему Окей Ну что ж Давай попробуем Завершить Этот последний круг Так Мне рекомендуют На стандартную смесь Перейти Я не буду Перечить Да я так и сделаю Так здесь Медленный сектор И пока я переключал Систему ERS Я немножечко ошибся Хотя В принципе Последний круг Можно уже добить По максимуму Давай-ка Похоже Это все Похоже Это конец Похоже Это как победа Я надеюсь Что Ферстаппин Сохранит Вторую позицию Короночка Кородочка На финише Извините Я просто Засмотрелся На значение На каком месте Ферстаппин В лево-верхний угол Посмотрел Фу Еееей Бой Все что хотели Вы получили Ну что ж Кто теперь для вас Более ценный сотрудник Я или Ферстаппин Ну Идеальная гонка Для Рэдбула Превосходная гонка Отлично выступление И в итоге Рэдбулл Сегодня побеждает На своем Родном Треке Ты посмотри-ка На этого парня А кто это у нас Блин Ну шлем Мне не нравится Мой шлем Его надо Немножечко Кастоматизировать Сделать Более Красочным Что ли А вот и Хэмилтон А это Вальтери Боттес На пятом месте На третьем Я так понимаю Так и остался Хэмилтон И давай Посмотрим На первую тройку Ой Смотри Какой Слушай Ну кубок Очень странный Такое ощущение Что это терка Для сыра Очень странный Кубок Серьезно Ох Ну наконец-то Наконец-то Мы черт возьми Приехали первыми Но ребят Я думаю Все Пора повышать нам Сложность Либо Повышать сложность Хотя бы на тех треках Которые я более-менее знаю Ну и конечно же Не обойдемся Мы без интервью Давай посмотрим Что у нас хотят Спросить Наверное Поздравить с победой Вы сегодня Заработали очки Это была легкая победа Мы сегодня Заработали Максимум очков Первое место Плюс лучший круг Лучше и быть не могло Плюс Ферстайпен Приехал на втором Мы просто Собрали весь Гребаный куш Я хочу ответить Да Болид не знает равных Делая все Что я от него требую Похоже Ваша удача Переменилась Наконец-то Новые вопросы Сегодня все прошло Лучше чем Прошлый уикенд Правда Согласен Все намного лучше Ну Здесь опять Как правило Мы просто хвалим Какой-либо из отделов Фу Скука Дурацкие вопросы Честно Просто Надо Из всех вариантов Надо было просто Похвалить два отдела Бесит меня Когда такие вот Тупые вопросы Оу Оу Ты посмотри Как сразу Выросла Репутация В моей команде Просто Меня стали Замечать Меня Стали уважать Куда сильнее Причем Гораздо сильнее Именно в моей команде Редбул Наконец-то Они получают То, что Они от меня требовали Я только что Кстати заметил Что два новичка Из Формулы 2 Если вы смотрели Самую первую серию Которые Перешли со мной В Формулу 1 Оба они В команде Макларен И вот кстати Девон Батлер Который не смог Финишировать В этом заезде И смотри Что у него спрашивают У такого пилота Как Кускус Заметен большой прогресс По сравнению С последней гонкой Он в отличной форме Или ему сегодня Просто повезло Знаешь что он отвечает И то и другое верно Без сомнений Уровень его вождения Подрос Он больше рискует И улучшает показатели По времени Но в то же время Согласитесь Иногда ему просто Везло Особенно на парочке Коварных поворотов Брехня Ни хрена Здесь не в везении Было дело Вот лучше бы В интервью У меня такие вопросы Задавали Почему Что я думаю Насчет того Что Батлер Не смог финишировать Что у него Словая установка И так далее А не просто Хванить Хварить Хвалить Гребанные Отделы Ну что ж друзья На этом у меня все Следующая серия У нас начнется С каких-то гонок По приглашению У нас здесь Контрольные точки Есть на болиде Феррари 2004 года Или Преследование На болиде 2003 года Уильямс К сожалению Гонка была Не такой динамичной Как в прошлом выпуске Где я С Фетталем Боролся Просто От начала И до конца Я не знаю Сколько там было Обгонов По количеству И вообще Борьба была Очень плотная Здесь Этот уикенд Прошел Очень спокойно Ну что ж Достаточно контрастно С сравнением С предыдущим выпуском Кстати если вы Не смотрели Я заставлю здесь В подсказке Но все равно Я очень надеюсь Что тебе понравилось Поставишь мне жирный лайк Жми в колокольчик Чтобы быть в курсе Моих новых стримов И они у тебя Оставлялись в обедовлении В которых ты сможешь зайти И не спрашивать у меня Куз Где стрим Куда пропал стрим На хрена ты удалил стрим Ни одни стримы Я не удаляю Все стримы Есть в плейлистах Но в плейлисты Я их добавляю не сразу А через какое-то время Или могу вообще Забыть добавить В этот плейлист Поэтому Жмите гребаный колокольчик И там в уведомлениях У вас навсегда Будет ссылка На этот стрим Стримы в общем доступе Я не выкладываю Чтобы они не захламляли Мои видосики Все Спасибо Пока Продолжение следует... Продолжение следует...